Вообще обо всём, что происходит, о каждом, о чём, больше всего он спрашивал, а как там Никита Долгушин? Никита Долгушин. Понимаете? Вот. Причём я думал, я думал, что это случайно, он спрашивал меня о Никите Долгушине каждый раз. Вот. И он ценил Никиту Долгушина как одного из величайших мастеров вот этого аристократического танца, что и он чуствовал, и что он свято пропагандировал везде. Понимаете? Вот в этом матче из Уфы была такая порода, он, даже вот, вы помните, может быть, у многих возникнут и возникали вопросы, почему я или он выбрали Сильфиду. И существует мнение о том, что якобы я его поставил в этом балете, что он уже не мог танцевать и так далее. И когда мы с ним решали, что ему танцевать, Жизель или Сильфиду, или что-то ещё, я настоял на том, чтобы он танцевал Сильфиду, потому что, во-первых, только два гениальных спектакля, созданные за 200 лет этой эстетики, это Сильфида и Жизель. И Сильфида – это моя боль, это самый любимый мой спектакль, которого я добивался в России три года. У нас же Бурнанвиля вообще не было. Не было ни одного балета. Понимаете? И пока я дошёл до ЦК, где я говорил о том, что Бурнанвиль – это тот же самый Мариус Петипа. Мариус Петипа, вы знаете, ну а как уже спящая красавица, да, и Константин Михайлович говорил про Мариус Петипа. А вот Абдук Бурнанвиля – это такой же, по-моему, хореограф, знаменитый, как Мариус Петипа. Понимаете? И тогда, когда мне удалось это сделать, наконец-то Сильфида и Мариана фон Розен появились в Петербурге. И это гениальный спектакль, который мы с Аллочкой потом перенесли в Большой театр, в Мариинский театр. Да, сейчас ты знаешь, что мне звонит Махат и говорит больше и всё больше и больше вопросов по поводу того безобразия, которое сделали Сильфида и сделали обувь. Так там другая редакция. Вот. И уже в клуб обращается к нему, чтобы вернули наш с тобой Сильфида. Опять нашу редакцию, да. Потому что это всё не случайно, потому что, во-первых, тогда же был уже царство небесное Юрий Силанинский. Тогда ещё была Вера Михайловна Красовская, Элина Чистякова, которые для меня были просто всем, да. И я ничего не делал, не советуясь с этими людьми. И мы не случайно выбрали этот балет, поэтому, так сказать, я ему сказал о том, что Родик, вот даже любая твоя поза, конечно, ты не можешь так танцевать уже диагональ Джеймса с его занозками, которые он делал Сильфида и Нармс совершенно. И причём, и что интересно, и он, и Миша, первые балеты, которые они танцевали на Западе были Сильфида, был Бурнамин, потому что такого материала у них не было. Вот. И он потом согласился со мной. И даже тогда, когда вот он уже не танцевал, как этот спектакль, но мы же видели этого офицера шотландского Джеймса, мы же видели его благородство, мы видели каждую его позу. Вот. А когда он танцевал, выходил за кулисы, он мне говорил о том, что я не облажался, что я не облажался, был король. Король. Офицер. Вот. И поэтому вот эти все разговоры по поводу, так сказать, вот этих оценок, ну они могут быть, но они на бытовом уровне. Вот. Во всяком случае, я вот всё время думал о том, что же нам вот всем сегодня живущим и жившим вот тогда, и при нём, и вот сейчас, что нам от него нужно? Что это? Это гордость за то, что мы жили в одно и то же время с этим человеком. Да, мы могли его видеть, но мы же к нему так не относились. Мы же не ценили его так. Понимаете? Вот что такое время. Вот что такое время, и что такое чувство совести. Поэтому вот тогда, когда, конечно, вспоминают умерших, отдают дань уважения их творчеству и жизни, вспоминая их, это хорошо. Это хорошо. Но давайте быть немножечко смелее и честнее. И давайте людям, которые возникают, ну не так ярко, ну не в такой амплитуде, ну не так подаряя, так сказать, весь небосвод, как это делали они. Но ведь и в то время мы не думали о том, что вот эти легенды были такие. Давайте будем внимательнее друг к другу и особенно к тем, кого мы любим. Всё. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам огромное. Трясающий просто. Великолепный рассказ. Я бы хотела, чтобы трогать что-то рассказать.